Дворце спорта Уруча команда собралась в понедельник и начала подготовку к декабрьским матчам. В квалификации соперницами белорусок будут Швейцария, Турция и Косово. Ни одна из них не входит в ведущий эшелон европейского гандбола, а значит нам по силам занять первое или второе место в группе и выйти в плей-офф чемпионата мира. Это главная задача тренерского штаба. Я как тренер считаю нашу команду как фаворит. Но это надо показать на площадке. Просто надо хорошо отыграть первую игру с Турцией. Серьезная команда. Контрольной проверкой перед домашней квалификацией стал товарищеский матч с Литвой. Во дворце спорта Уруча белорусские ганболистки одержали победу 31-25. Хороший матч провела полусредняя бенту БелАЗ, Анастасия Мозгу, у нее 7 мячей. Возможность внести последние корректировки в действия команды у тренерского штаба будет завтра. Национальная сборная в 17.30 сыграет со второй командой Беларуси. Все это для того, чтобы нам сыграться побольше. У нас две недели это не так уж много, все играют по разным клубам. И поэтому для того, чтобы побольше сыграться и побольше, чтобы уверенность у нас была. Главный тренер Томар Шчаттер в сборной Беларуси с сентября 2013 года. Кстати, сейчас он руководит и Гомелем. Его работа началась с квалификации чемпионата Европы 2014. Тогда спор обновленной сборной с командами Румынии и Норвегии завершился поражением во всех четырех матчах. Чемпионату мира 2015 результат стал лучше. Второе место в группе после побед над Швейцарией и Грецией. Обидно неудачей в принципиальном матче против Словении 33-35. Еще один топ-турнир Евро-2016 в декабре вновь пройдет без Беларуси. Хотя поездка в Швецию была как никогда реальной. На пути белорусок стала команда Румынии. Думаю, что сейчас тоже легко не будет. Поэтому ни одну команду не считаю каким-то аутсайдером. Я думаю, все хотят играть, все будут зубы показывать. Что мы будем дома, это замечательно. Я безумно рада этому, что и, наверное, и для гамбола в целом в нашей стране это очень хороший такой шаг вперед. Последним успехом мужской сборной, как постоянного участника топ-турниров, девушки могут по-доброму завидовать. Действительно, женская команда соскучилась по большой игре. За всю историю наша сборная принимала участие в пяти чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. В последний раз на топ-турнире белорусские были в 2008 году в Македонии. И тогда сборной руководил Константин Шароваров. Костяк команды составляют лидеры нашего гамбола Бенту Белас и Гомель. Впечатляет и легионерская география. Это Турция, Польша, Македония, Венгрия, Россия, Румыния. Если главным индикатором успешности национальной команды считать ее клубное представительство, то в этом вопросе у женской сборной Беларуси все должно быть в порядке. Осталось дождаться результата в декабрьской квалификации. Алексей Богданович, Геннадий Челей, Новости спорта.